Приветствую, друзья! У меня в гостях мой друг любимый, Роман Газенко, психолингвист. Ну, вы все знаете, не буду все перечислять, но, по крайней мере, должен напомнить, что он автор многих документальных фильмов. Поэтому смотрите там, в Ютубе набирайте Роман Газенко, фильмы и смотрите. А сейчас я попросил Романа о том, чтобы... Вот там вы мне написали в комментах, что такое невеста, слово, как расшифровать. И еще одно слово, умиротворение. И буду молчать. Я вас приветствую, друзья. Благодарю, что вы с нами. Смотрите, есть такие словари, они называются этимологические. И там люди пытливые, они ищут информацию о том, как слова произошли, чтобы понимать их подлинное значение. Вот с невестой, как и со многими другими словами, в этимологических словарях происходит одна неприятная вещь. Они становятся ареной дискуссий лингвистов. И каждый, кто составляет такой словарь, у нас эталонным считается словарь Фасмер, каждый из этих составителей словарей начинает полемизировать с другими авторами. И в результате запутывает тех, кто читает. Ну, прежде всего, потому что не используется определенный метод. Не хочу сейчас обременять ваше внимание. Что же с невестой? В общем, не сговариваясь, все лингвисты, исследующее происхождение слова, возводят это к корню. Весть, ведать, это, назовем это так, протоевропейский корень. Значение его понятно, это знать. То есть, невеста – это неведомое, неизвестное. И дальше начинаются трактовки. Следите за логикой. Ну, то есть, считается, что невесту приводят в дом, ее чуть ли не показывали родителям, жениха, или она приходит в другой дом, она еще ничего не ведает, ничего не знает, что ей делать. Ну, совершенно не сообразуясь с реальностью, с бытовой реальностью, конечно, все друг друга знали, выбирали все-таки ведомых. Был определенный ритуал, алгоритм, если угодно, выбора невесты. То есть, кота в мешке, прошу прощения, конечно, никогда не брали. Всегда знали, смотрели, следили за родословной, знакомились с родителями ее, с будущими родственниками. Создавалась новая семья, создавался новый род, объединялись люди родами. И, конечно, представление о том, кого вводили в дом жениха, было. Ну, были исключения, были так называемые прямаки. Это когда жених приходил в дом невесты. Но это, скорее, исключение. Фамилия одного из деятелей отечественной политики полностью соответствует его образу. Но это так, на полях я заметил, как политтехнолог. Что же с этим неведомое? Кто же кого не знал? Кто чего не знал? Да все очень просто. Неведомая – это непознанная как женщина. Вы знаете, есть такое «познать женщину» или такой эвфемизм. И он ее познал. Ну, то есть, это девственница. Это как женщина, она еще неведома. Все остальное о ней известно. Вот вам и невеста. Невеста – это та, чье тело еще никто не узнал. Все остальное о ней известно. А это была такая классическая вещь, я не помню, кто автор, но вы, наверное, вспомните. Там, когда Этит в эту ночь овладел Береникой, но не познал ее. Да, не познал. Ну, все остальное – это домыслы, понимаете. Значение слова, оно, есть такой термин – полисемия. Один из признаков, что ее никто не знает, а второй признак, что ее не знают как женщину. Понимаете, то есть, дальше начинается расхождение. Вот был еще один вопрос. Умиротворение. А, умиротворение. О, интересно. Да, ну, по корню все понятно. Мир, покой, отсутствие. Там еще слово твор, это творчество. Да, да, для начала мир и творение. Когда мы разбираемся со значением слова, надо проводить, сейчас умное слово скажу, рекурсивный морфигенез. То есть, надо, наоборот, отделять все лишнее и добираться до корня. Вот надо зрить в корень. Здесь корня у нас два. Мир и творение. Ключ к пониманию значения, как ни странно, здесь в приставке или в префиксе, вот этом «у». Существует лингвистический закон, он же потом и грамматический определенный. Вот это «у» – это предлог «в». Вот такого согласного в древних языках просто не было. Гласные вообще опускались. Если вы посмотрите на русские иконы, там стараются писать безгласных, как все древние рукописи и алфавиты. Ну, предположим, вместо «святой стыд», да, то есть «в» там нет, это «у». В латинском языке вообще не было этого согласного, вот там вот это вот «в» читается как «у». И во многих диалектах, кстати, вместо «в» произносят «у». Белорусы, скажем, заменяют «в» этим «у». Поэтому… А в Украине как интересно. Сейчас не будем отвлекаться, прошу прощения, да, то есть это сейчас не самое важное, давайте разберемся с этим словом. Так вот, если мы это «у» заменим на «в», а все приставки или префиксы – это бывшие предлоги, слова со своим значением, вот это уже серьезно. Тогда мы понимаем, что «в» дает нам направление в мир и творение. Вообще считается, что это привести к миру или помирить. Но здесь есть одна тонкость. Да, сейчас это слово используется как обретение покоя, умиротворения. То есть прийти к миру, сотворить мир в душе или в отношениях, да, умиротворить кого-то. Кстати, именно в католических текстах встречается «он умиротворил кого-то», то есть «он помирил кого-то». Но есть одна тонкость. Дело в том, что слово из нескольких корней – это фактически словосочетание. Это как несколько слов. А вот в русском словосочетание опорным является последнее слово. Оно главное. То есть получается, что у нас не мир или покой главное, а главное – это творение. И тогда мы можем докопаться с вами, в хорошем смысле докопаться до глубинного значения этого слова – в мире творить. Не успокоиться, как результат определенного волевого действия, а творить в состоянии покоя. Вот. От смятения. От смятения приходим к успокоению, умиротворению. У нас там начинается творчество. То есть мы начинаем то, над чем мы думали, переживали, волновались, мы начинаем находить ответы, и мы начинаем что-то там созидать, творить. И когда мы творим в мире, мы действительно проецируем себя подлинных. Всё остальное – это искажение. Тогда мы не подвергаемся упрёхам «ты что натворил» или «вытворил». Понимаете, да? То есть когда человек в неспокойном состоянии, он что-то вытворяет. А вот когда он в мире творит, в покое. Да, в глубине души у него должен быть покой, но при этом у него есть забота какая-то глубинная, своя, какая? Мотивация. Мотивация, да. Вот это тоже мы поговорим в следующий раз, да? А давай прямо на вебинаре вот этот вопрос. Великолепно. Мотивация. Великолепно, да. Запомним это, да. Да, запомним. Друзья, у нас скоро будет вебинар, мы объявление обязательно поставим. И там копите вопросы тоже, чтобы когда в Zoom будете выходить, и там определённым способом мы скажем, как выходить в Zoom, потому что вы там будете задавать вопросы. Но сначала там Роман расскажет кое-что. Ты же так сначала расскажешь. Ну, да, я обещал, я обещал через корневую этимологию рассказать, а что же означает звезда. Звезда? Да, у нас появляется на иконах школы Андрея Рублёва, на иконах преображения. А приключения будешь рассказывать? И приключения, а да. Да. Благодарю тебя, что ты напомнил, обязательно. Вот, друзья, так что ждите, ждите. И давайте, пожалуйста, может быть, подумайте ещё какое-то главное слово, вас, наверное, волнует, интересует, и задайте. И мы там в этом вебинаре и приёмы покажем, инструменты, как снимать лишнее напряжение, стресс, выходить на состояние умиротворения, чтобы вы могли творить свою собственную жизнь. Да, чтобы судьба от вас зависела, а не только от шаблонов, мод, внешних влияний в этой большой ситуации неопределённости, чтобы вы были устойчивы, потому что внутри вас, вот мы сейчас на кухне с Романом обсуждали, оказывается, человек по природе творец, это значит, что внутри вас Бог. Правильно я говорю? Я думаю, да. Да, вот видите. По крайней мере, по крайней мере, тогда человек обретает очень чёткие внутренние опоры, он не нуждается в одобрении или порицании, помните, как Пушкин, хвалу и клевету приемни равнодушно и не оспоривай глупца. Равнодушно, кстати, вот такое слово-то, далеко не простое. Переводим с русского на русский, осмысляем всё сказанное. Таким образом, мы с вами тоже получаем очень серьёзный инструмент контроля, контроля себя, контроля своих эмоций, контроля своих поступков, контроля своего состояния. И именно в этом, я думаю, что я не открою большой тайны нашей технологической и методологической с Хасаем, именно в этом мы с моим любимым другом Хасаем абсолютно сопрягаемся. И вот ещё что я хочу вам сказать. Дело в том, что нам всем надо помнить, что мы по природе творцы. Мы творцы. И нам мешает только страх, нам мешают комплексы, нам мешают стереотипы. И вот именно этот вебинар, где мы будем не только приёмы показывать, как снимать стресс, а ещё Роман нам, как психолингвист, поможет разобраться с мыслью слов как понятий, можно так сказать, как понятий. У нас образуется связь не только между телом и нашими эмоциями, а ещё и между сознанием. И тогда будет у нас более целостное самоощущение и в личных отношениях тоже. И поэтому у нас будет меньше конфликтных отношений и с родителями, и с друзьями, и с детьми, а более творческих, можно так сказать? Конечно, гармоничных. Гармоничных – это и есть творческие, нет? Да, но когда между двумя возникает точка покоя и нуля, тогда происходит просто… Ну, короче, это будет супер, да? Тогда, да, ну хорошо, тогда происходит просто супер. Поэтому вам нужно, друзья, по вашему же желанию, продумать, продумать ещё вопросы, потому что есть такие слова, которые мы очень часто употребляем в общении. Ну, они-то нас и ссорят между собой. Вот их надо разобрать. До встречи, друзья. До встречи. Роман, спасибо тебе большое. Благодарю тебя, красавица. Отлично, отлично. До встречи.